Надежда Михалкова играет в кино, продюсирует и снимает фильмы. Представительница звездной династии успешно справляется с грузом ответственности. Клан Михалковых славится не только талантами, но и крепкими и долгими браками. Но семья Нади, увы, продержалась недолго. Девушке присуща внутренняя ранимость и утонченность, мечтательность и женское обаяние. Она недолго была в тени прославленного отца. Надя сумела доказать, что может многого добиться в жизни сама, благодаря таланту и неимоверному трудолюбию. Оскар 8 лет, режиссер-дебютант в 30 и другие факты о младшей дочери Никиты Михалкова. Родилась Надежда 27 сентября 1986 года в столице, творческой семье. Папу Никиту Сергеевича совершенно не нужно представлять. Его знают как актеры, режиссера, все любители кино. Мама Татьяна Евгеньевна занимает должность президента благотворительного фонда «Русский силуэт», бывшая модель. Все братья, сестры, дяди и дедушки нашей героини – знаменитые личности, прославившиеся как актеры, режиссеры, писатели и художники. Человек, рожденный в самой известной киносемье России, предпочитал сторониться публичности. Она, в отличие от старшей сестры Ани и актрисы, становиться никогда не хотела. Успех, можно сказать, нашел ее сам. Отец решил, что на роль Наденьки в Утомленных Солнцем лучше всего подойдет его шестилетняя младшая дочь. А после выхода фильма и награждения его Оскаром, маленькая дебютанка проснулась знаменитой. С этого момента для девочки началась настоящая школа актерского мастерства, которая совершенствовалась из года в год. С Надей занимались частные преподаватели, потом были курсы актерского мастерства во ВГИКе и изучение истории искусств в Италии. Но самым первым и главным ее учителем был родной отец, который старался передать дочери все накопленные знания и умения. После окончания школы Надя пошла не в театральный вуз, а на факультет международной журналистики МГИМО. На этом настояли родители, желавшие, чтобы дочь получила фундаментальное образование. Азы актерского мастерства Надя постигала на практике. Самое ценное дал ей отец, за что девушка ему бесконечно благодарна. В МГИМО она целых пять лет изучала международную журналистику. Учиться было тяжело. Надя все-таки человек творческий, и все эти экономики и бухучет были для нее очень далеки. Но Надежда девушка упорная. У нее хватило сил не бросить учебу и получить заветный диплом о высшем образовании. После выпуска из МГИМО Надя перестала сниматься. И захотелось попробовать свои силы в качестве продюсера. Надя и ее сестра Анна в 2008-м выпустили картину «Скажи Лео». И буквально сразу после нее вышел еще один фильм «Машинист». Это были первые шаги в этой сфере. А затем уже более опытная Михалкова начала трудиться над созданием ленты «Бездельники», в которой звучит музыка лидера группы кино Виктора Цоя. Новый виток карьеры наступил для Надежды в 2010-х. Она снялась в продолжении «Утомленных солнцем», киноальмонахи «Любовь с акцентом», в сериале «Сын отца народов». Зрители тепло приняли телепроекты «Город», «Мертвое озеро» и «Заложники» с участием актрисы. Актрисе удалось достичь той самостоятельности, которой она стремилась с самого начала. Ее уже не воспринимают только как члена прославленной семьи Михалковых, Суриковых и Кончаловских. Она самостоятельная и самодостаточная личность, достигшая больших успехов на профессиональном поприще. С будущим супругом Резо Гигенеишвили, Михалкову-младшую познакомила старшая сестра. Они вместе снимались в сериале «Девять месяцев», и Анна была поражена амбициозностью, энергичностью и эрудицией молоденького режиссера. Познакомившись с Резо, Надя восторгов сестры не разделила. Да мало ли амбициозных людей в нашей стране. Но на СМС-ке Резо и его галантные комплименты отвечала с необъяснимой для самой себя регулярностью. Однажды грузин решился и пригласил девушку на выставку, которая к их приходу оказалась закрытой. Это было так мило и одновременно так жизненно, что парочка пошла отметить это событие. Спустя несколько месяцев Гигенеишвили попросил руки Нади у ее отца. Тот был не в восторге от выбора дочери, посчитав это неравным браком. Но Нади и тут проявила упорство, заявив, что все уже решила. В свою очередь Резо познакомил Надю с родственниками из Тбилиси. Но радостная встреча была омрачена тяжелой болезнью мамы режиссера. Спустя три недели женщина скончалась. Именно Михалкова помогла возлюбленному справиться с потерей близкого человека. Горе сблизило пару еще больше. Стоит отметить, что ради брака с Михалковой режиссеру пришлось срочно развести со звездой фабрики звезд Насти Кочетковой, которая родила от него дочь. «Все писали чушь, что я увела Резой из семьи. Никто никуда не убегал, никто никого не преследовал», – опровергала сплетни актрисы. Впрочем, у самой Кочетковой имелось противоположное мнение насчет романа режиссера с актрисой. Она вспоминала, как не раз ловила Резона лжи и как Надя продолжала присылать ему любовные сообщения. В свадьбу молодые люди играли два раза. Одну скромную, официальную в Москве, другую на 300 гостей с венчанием в Тбилиси через год. В это время Надя уже родила дочь Нину. Этот период Надя вспоминает, как самый тяжелый в своей жизни. У нее была послеродовая депрессия. Спустя время Надежда родила сына Ваню. Дети появились на свет в один день с разницей в два года. «Какие я только мышцы не пыталась сжимать, чтобы Ваня появился хотя бы на день позже», – шутила Надежда. Но жизнь удивительная штука. Старшая дочь Гигенейшвили и Михалковой появилась на свет 21 мая 2011 года. И в тот же день через два года свой первый крик издал их младший сын Иван. С годами из Нади вышла прекрасная и мудрая мама, которая не только с удовольствием занималась ранним развитием детей, самостоятельно преподавая им английский, но и точно знала, чем лечить отпрысков от любой болезни. После рождения сына брак режиссера и актрисы дал трещину. Влюбленные выходили в свет поодиночке, что подкрепляло сомнения окружающих в крепости брака. Однако Надежда хранила молчание. Аризо говорил журналистам, что в его семье все в порядке. И все же в сентябре 2017 Михалкова подала на развод. Друзья пары отмечали, что супруги пытались сохранить отношения ради детей, однако старания оказались тщетными. «Это обстоятельство не стало причиной, чтобы дочь Михалкова начала настраивать детей против отца. Я поставила для себя цель – вне зависимости от того, что будет дальше, у детей есть папа. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы дети его любили, уважали. А дальше все будет зависеть от него», – рассказала Надежда. В крахе союза многие винили Надежду Аболенцеву. Подозрения подтвердились, когда в 2019-м Резо женился на ней. Правда, и этот брак режиссера в итоге распался, причем меньше, чем через год после свадьбы. Сейчас Михалкова-младшая пребывает в статусе незамужней дамы, но она подчеркивает – не значит несчастной. У нее множество кинопроектов, она снялась в более 30 картинах. Она режиссер фильмов «Чуросы», «Проигранное место», «One Mango, Please» и «Номинации». Это было непросто, ведь ее творческий путь идет параллельно с отцовским. Михалкова всегда говорила, что она зависела от папы. Он всегда строго, но справедливо оценивал ее работу. Давал советы, как лучше поступить или сыграть. Но он не спешил навязывать свое мнение, если в нем не было нужды. Рожденная в публичной семье и с детства привыкшая к повышенному вниманию, Михалкова между тем очень скромная и стеснительная девушка. И это качество – одно из тех, что больше всего мешает ей в профессии. Тем не менее, сегодня она старается работать над собой. Помогает в этом режиссерский опыт, где необходима профессиональная жесткость и четкое следование своей позиции.